Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня выпекаем тыквенный кекс с апельсиновой карамелью. Невероятно вкусный, нежный. Поверьте, тыквенное тесто, тыквенная выпечка самая вкусная. Она мягкая, легкая и ароматная. Всем рекомендую приготовить! Начнем готовить апельсиновую карамель. Для нее нам нужны будут следующие продукты. 120 граммов сахара, 30 миллилитров воды, 30 граммов масла сливочного, 60 миллилитров сливок жирностью 33%, 60 миллилитров апельсинового сока, свежевыжатого сока и щепотка соли. Для начала в сотейник высыпаем сахар и добавляем сюда воду. Ставим на огонь. Как только сироп начинает обретать карамельный цвет, мы понемногу добавляем апельсиновый сок. Будет шипеть. Помешиваем и продолжаем готовить карамель. Теперь добавляем сливки в карамель. Сливки должны быть жирные. Не меньше 33% жирности. Смотрите, какая красивая карамель! А какая ароматная! Теперь добавляем сразу же масло сливочное. Ждем, когда масло полностью растает и наша карамель готова! И, конечно же, добавляем щепоточку соли. Карамель готова! Смотрите! При остывании она становится еще гуще. Для тыквенного кекса нам нужны будут следующие продукты. 125 граммов тыквенного пюре. Я тыкву сырую, нарезаю кубиком, очищаю и запекаю в духовке до мягкости. Потом пюрирую погружным блендером. 100 миллилитров растительного масла, 3 яйца, 200 граммов сахара, щепотка ванилина для аромата, 200 граммов муки, 2 столовые ложки манки без горки и 1 чайная ложка соды, погашенная уксусом. Сначала нужно взбить 3 яйца с сахаром в пышную массу. Духовочку я уже заранее разогреваю. Уменьшаем скорость и добавляем кельдиное пюре. Перемешиваем. Добавляем гаммелин. Для аромата. Добавляем растительное масло. Муку перемешиваем с манкой и добавляем хорошо все в масло. На небольших оборотах перемешиваем. И теперь нам нужно покрасить соду уксусом. Все достаточно просто. И так же выливаем тесто. Перемешали. И тесто на текст готово. Теперь беру форму для выпечки кексов. У меня силиконовая форма. Смазываю ее сливочным маслом. Она у меня рифленая. Хорошенько смажем. С втулкой. Духовочка уже разогрета. Выливаем тесто в форму. Аккуратненько. Форму с тестом ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Тыквенный кекс выпекался в духовке 45 минут. Смотрите, какой красавчик кексик. Он очень мягкий. Тесто просто превосходное. Рекомендую. А теперь смотрите, какая глазурь. Апельсиновая. Ароматная. С такой легкой кислинкой. Подождем. Пусть немножко кексик остынет. И будем наносить карамель. Красота. На это можно смотреть вечно. На еще теплый кекс мы наносим апельсиновую карамель. Можно, конечно, наносить ложкой, но мне кажется, с кондитерского мешка намного удобнее наносить. Кекс слегка теплый. Сейчас карамель его дополнительно пропитает, подтает, впитается. То, что нужно. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. Пора продегустировать наш кексик. Ой, какой он мягкий. Специально наносила карамель, когда кекс еще теплый, чтобы она дополнительно пропитала наш кекс. Смотрите. Сейчас попробуем. Боже, сама нежность. Мягкий. Какой вкусный. Да, еще с такой вкусной карамелью. Вы знаете, очень люблю тыквенную выпечку. У нее свой особый вкус, своя структура. И дрожжевое тесто, и кексы, и печенье. Они какие-то особенные. Вообще, несложный рецепт, недорогой, я бы сказала. Готовьте, удивите свою семью. Безумно вкусный кекс. Ароматный, мягкий, влажный, пропитанный. Прекрасный. Мне очень понравился. А еще самое главное, что можно испечь небольшой кекс, а в виде маленьких кексов. Тогда они будут выпекаться еще быстрее. 25 минут, и кексики готовы. А можно испечь такой большой кекс. Можно подать его даже на праздничный стол, вместо торта. Просто идеально. Тыквенная выпечка очень ароматная. Я дополнила свой кекс апельсиновой глазурью. Прекрасное сочетание. Готовьте в удовольствие, готовьте с любовью, и радуйте свою семью домашней, полезной выпечкой. С вами была Ира, и канал Готовим с любовью. До новых встреч! Пока-пока!